В Твери подвели первые итоги проекта «Шаг в будущее». Он организован благотворительным фондом «Добрый мир» и направлен на социальную адаптацию детей с ментальными особенностями. На протяжении года для семей, столкнувшихся с такими заболеваниями, как аутизм или синдром Дауна, работали ремесленные мастерские. Ребята лепили из глины, вязали и шили. В этот вторник для подопечных фонда прошел своеобразный выпускной вечер. Галина Акимова воспитывает особенного ребенка. Ее сыну Диме врачи поставили диагноз «ранний детский аутизм». Заболевание, рассказывает Галина, тяжелое. Жить с ним непросто, однако упорная работа и терпение всегда вознаграждаются, признается женщина. Я даже не сказала бы, что это заболевание. Это особое состояние ребенка. Но отчаиваться не нужно. Поначалу родителям, наверное, кажется, что земля уходит из-под ног. Но, к счастью, кроме родительской любви, есть еще организации, которых сейчас становится все больше и больше в городе. Одна из таких организаций – благотворительный фонд «Добрый мир». Вот уже почти 10 лет организация поддерживает семьи, в которых есть дети с ментальными особенностями. А в прошлом году фонд запустил масштабный проект «Шаг в будущее», направленный на социальную адаптацию детей с синдромом Дауна и больных аутизмом. Была задача подготовить детей к тому, чтобы они научились выполнять работу, общаться, дружить и так далее. То есть разные социальные навыки в том числе. Для ребят и их родителей были организованы так называемые ремесленные мастерские. Подопечные фонда могли выбрать занятия, подходящие именно для них. Ребята лепили из глины, ввязали и шили. На выпускном вечере некоторые из более чем 150 работ были представлены на всеобщее обозрение. Мой ребенок не только просился на глину и ждал пятницы, уходя с глины, он уже опять хотел на глину. Вы знаете, вот для мамы это очень большая радость, безмерная радость. Пожалуй, радость для своих детей за год существования проекта «Шаг в будущее» испытали все родители, участвовавшие в нем. Семьи, присутствующие в этот день на торжественном мероприятии, были отмечены ценными подарками от благотворительного фонда «Добрый мир». Также свои подарки подопечным фонда передала уполномоченная по правам ребенка в Турской области Лариса Масалыгина.